Тем временем Россия предупредила Германию об ответственности за клевету по делу Алексея Навального. Заместитель постпредроссии при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза, что Германии рано или поздно придется ответить и цитирует его интерфакс. Подробности у моего виртуального коллеги Айсанжа. Айсанж? Здравствуй, Майя. Представительское лицо от России в ООН Дмитрий Полянский обратился напрямую к представителю Германии Кристофу Хойзбину. И вот что он заявил. Пожалуйста, не забывайте об этом, когда вы будете подыгрывать новым фантасмагорическим откровением господина Навального. Рано или поздно за всю эту развязанную Берлином с его подачей компанию клеветы придется отвечать. Напомню, что между Россией и международным сообществом назрел большой конфликт вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального. Он, попираясь на журналистские расследования, заявил, что ко всему произошедшему причастна ФСБ. Тем временем власти Колумбии депортировали двух российских дипломатов. Официально причины высылки не объясняются. Однако местные СМИ узнали, что речь, возможно, идет о подозрениях в шпионаже. Они, по сообщениям газеты «Темпо», занимались вербовкой агентов и собирали информацию о добыче полезных ископаемых. Москва в ответ выслала двух колумбийских дипломатов, передают местные издания. Обвинения в кибератаках и шпионаже преследуют Россию не первый год. Их активно комментирует и новоизбранный президент США Джо Байден. По его словам, российским хакерам удалось похитить важные сведения у американского бизнеса и властей. По правде говоря, администрация Трампа не сделала кибербезопасность приоритетом. Теперь она должна официально установить, кто именно стоит за хакерскими атаками. Более того, и в Белом доме, и в Госдепартаменте за время его президентства был снижен статус киберкоординаторов. Хватит, такое не должно продолжаться. Впрочем, не только хакеры прославляют Россию. Айтишники создали жутковатых, но вполне безобидных сотрудников для одного из открывшихся в Москве центров по предоставлению госуслуг. Антропорфные роботы Аликс и Даша могут двигать глазами, бровями, бубами и другими мышцами. В общей сложности они способны воспроизводить более 600 вариантов микроминяки человека. Андроиды могут предоставлять пока что консультационные услуги. Мариан, так что будущее уже наступило.